привет дорогие друзья сегодня мы поговорим о робототехнике и о том как она применяется в медицине то есть о разработках ученых которые работают в сфере медицинских роботов на сегодняшний день это одна из наиболее наверное интересных и развивающихся отраслей в робототехнике поскольку имеет прямой и конкретный результат в виде пользы конкретному человеку и конкретному обществу в целом медицинских роботов можно разделить на несколько направлений в первую очередь это ассистивные устройства такие как протезы протез рук протезы ног экзоскелеты второй большой сегмент это роботохирурги то есть это те устройства которые помогают врачам другим специалистам проводить сложные хирургической операции или помогают в осмотре пациентов и так далее так далее и третий большой сегмент на мой взгляд наиболее интересные перспективные но и при этом конечно же самый сложный это все что связано с искусственными органами да то есть это в вживляемая робототехника искусственное сердце искусственные легкие различные импланты бионические глаза и так далее так далее то есть это самый передовой скажем так на сегодняшний день край науки который только-только зарождается и мы сегодня немножко поговорим в том числе и об этом начать я предлагаю с первого такого самого простого и самого наверное понятного и распространенного в мире сегмента это ассистивное устройство для людей с ограниченными возможностями то есть это протезы рук протезы ног и экзоскелеты примерно вот три таких крупных сегмента технологических которые есть в этом направлении если говорить про протезы рук это собственно та область в которой в которой занимаюсь развиваюсь я и моя компания моя команда да то есть мы разрабатываем высокофункциональные роботизированные протезы рук для детей и для взрослых с различной функциональности это одна из старейших отраслей в медицинских роботах она развивается примерно с сороковых 50-х годов двадцатого века это именно роботизированные уже элементы да то есть понятно что в целом протезирование известно еще со средневековья и тогда это были просто либо косметические муляжи там деревянные ноги деревянные руки крюки какие-то то примерно с 50-х годов за то века уже начинается внедрение скажем так элементов робототехники в протезировании так например первый бионический протез то есть это протез который управляется мышечными импульсами то есть когда человек без руки представляет как он выполняет какой-то фантомный жест да там двигает кистью двигает пальцами то определенный сегмент мышц которая отвечает за это движение он соответственно сокращается и уже в 58 году была разработана технология которая позволяет считывать эти сокращения это называется электромиография и на базе этой технологии был создан бионический протез в советском союзе который управлялся и выполнял функцию схвата вот за счет считывания таких электрических импульсов с тех пор технология постоянно модернизируется развивается и сегодня мы уже можем считывать в том числе и отдельные мелкие движения отдельным пальцем либо какие-то более крупные жесты но все равно эти ноги еще не совершенны соответственно если говорить про сегодняшнюю возможность там полноценной или частичной замены функционала руки вот таким роботизированным протезом то здесь стоит сделать акцент на двух аспектах если мы говорим про механику да то есть про восполнение ловкости движения каждого сустава человеческой руки то на сегодняшний день ученые разработчики в мире уже достигли скажем так предела совершенства да то есть можно заменить все там 27 степеней свободы от плеча и до кончиков пальцев заменить подвижными суставами с электродвигателями с кучей сенсоров которые будут всем этим управлять и движения будут вполне себе естественной но здесь вступает в компли в конфликт скажем так второй аспект в таком протезирование эта система управления то есть на сегодняшний день самое сложное и пока что к сожалению невозможно управлять всем этим высоко функциональным протезом да то есть мы не умеем пока считывать движение там отдельной фаланги отдельного пальца для того чтобы это сделать необходимо развивать собственно уже инвазивные технологии то есть электроды которые будут вживляться непосредственно в мышечную либо в нервную ткань и считывать управляющий сигнал поэтому на сегодняшний день с точки зрения механики в принципе ученые уже достигли определенного предела и в том числе и наша команда и зарубежные команды сфокусированы больше на такой айти компоненте да на системе управления на датчиках которые собственно считывают и пытаются распознать вот эту мелкую моторику до движения отдельных пальцев и сейчас мы стараемся разработать максимально нативную интуитивную систему управления которая бы позволила человеку максимально быстро обучаться использовать функциональный протез полноценно потому что если посмотреть как работает сейчас то даже высокого функциональный протез который использую который может двигать каждым пальчиком все равно управляется по сути двумя командами когда человек делает жест вниз и жест вверх такое движение кисти он дает просто триггерную команду на то чтобы протез выполнил какой-то заранее запрограммированный жест то есть он к сожалению пока что он не может выполнять отдельное движение пальцами если говорить про следующий сегмент протезирование нижней конечности и экзопротезы ног то здесь ситуация гораздо лучше в том плане что на сегодняшний день уже созданы максимально правдоподобные скажем тогда и максимально естественные протезы ног которые позволяют фактически стопроцентно скопировать походку человека то есть если взять там самосовременность на сегодняшний день протез который разрабатывается производится пока что только сша и там человек будет на этом протезе ходить в длинных штанах там по улице дата вы просто не заметите что он ходит с протезом настолько естественно повторена от биомеханики биомеханика ходьбы это на самом деле очень серьезное достижение с точки зрения научного вклада потому что для того чтобы добиться такого эффекта повторения необходимо было на протяжении длительного промежутка времени то есть если не ошибаюсь команда которая занималась этим разработками она около 10 лет параллельно с тем как разрабатывала собственно механику систему управления для таких протезов она же и занималась изучением биомеханики ходьбы человека то есть они прогоняли по специальным дорожкам со специальными инструментами несколько тысяч человек в разных комплекций разного возраста и пытались понять как работает стопа как работают все сухожилия в ноге для того чтобы потом воплотить повторить и воплотить вот это движение и это строение в таком механическом протезе и на сегодняшний день соответственно если говорить про протезы ног то в принципе техника уже достигла практически своего максимального уровня с точки зрения естественности и в этот момент начинается очень на самом деле интересное ответвление скажем так вот этой этой научной научной отрасли в том плане что если мы достигли естественность ходьбы если мы повторили полностью биомеханику ходьбы человека то почему бы не пойти дальше и не создать протез который бы выполнял какую-то одну задачу какую-то человека да и сейчас очень много команд в мире работать над тем чтобы создавать специализированные протезы под какие-либо там увлечения работу занятия и так далее например есть про то специальные протезы для ног для бега которые спроектированы по подобию строения ноги гепарда и человек на таких протезах может бегать гораздо быстрее нежели здоровый человек будь он даже спортсменом и есть опять же протезы которые разработаны специально для скалолазов то есть они имеют строение и форму ступни похожую на строение ноги горных козлов это позволяет собственно скалолазам которые используют протезы подниматься гораздо проще и взаимодействовать со снаряжением гораздо проще чем здоровому человеку и это очень интересное направление поскольку мы переходим от замещения функции утраченных у человека там следствие рождения или средств средстве какой-то аварии переходим к улучшению этого человека да то есть это вот некий переход уже как мы это называем от биологического вида киборгам то есть к людям которые могут больше благодаря своим особенностям и благодаря современным технологиям чем обычные здоровые люди третье направление про которое здесь хочется поговорить это конечно экзоскелеты экзоскелеты это самое молодое скажем так направление в ассистивных устройствах хотя промышленные версии экзоскелетов разрабатывали достаточно давно еще опять же 50-60-х годов когда в целом начался бум робототехники и систем управления и изучение биомеханики человека и как можно усилить ее в то время такие технологии как правило применялись для промышленности для работы в опасных средах и так далее а медицинские экзоскелеты появились сравнительно недавно буквально на заре 21 века первые компании начали предлагать уже свои решения для людей кто парализован собственно ниже пояса для того чтобы как-то позволять им вертикализироваться позволять им перемещаться в пространстве без инвалидных колясок и так далее и вот примерно последние 20 лет во всем мире в том числе и в россии развиваются команды компании которые своей целью ставят поднять человека из коляски дать ему специальное оборудование специальный экзоскелет который бы позволял перемещаться в пространстве обслуживать себя и так далее здесь в основе технологии лежит опять же очень близкая очень близко пересечения из протезами ног из протезами рук поскольку применяются практически одинаковые приводы применяются одинаковые датчики которые считывают намерение человека сделать какой-то шаг и экзокелет пытается считать это намерение да и выполнить помочь выполнить этот самый шаг в россии есть несколько команд которые этим занимаются они уже работают в том числе и на международном рынке и в целом уровень технологий которые разрабатываются у нас он вполне сопоставим с любыми западными аналогами второе направление про катера хотелось бы сегодня рассказать это ассистивные роботы для хирургии и для врача то есть медицинская робототехника ее можно глобально разделить на два направления это роботы для пациентов для людей кто кому нужна помощь и роботы для врачей для специалистов которые эту помощь оказывают здесь самым ярким направлением являются роботохирурги которые позволяют дистанционно проводить малоинвазивные операции малоинвазивные значит что минимальное скажем так проникновение минимальный надрез человеческого тела позволяет провести достаточно сложные операции и это напрямую сказывается в том числе и она осложнениях после операции да то есть чем меньше двазимная была операция тем быстрее человек поправляется встает на ноги и продолжает собственно вести активную жизнь в этом направлении самым известным на сегодняшний день и распространенным роботом является робот да винчи который позволяет проводить различные операции обоснованно на брюшной полости как такой самый востребованный и с одной стороны и понятный безопасность другой стороны сегмент вот таких хирургических вмешательств с минимальным с минимальным вмешательством скажем тогда если говорить про роботов-хирургов то они позволяют проводить полностью дистанционные операции даже если врач не находится в этой клинике один из самых ярких недавних примеров когда буквально в прошлом году проводили операцию врач находился в сша пациент находился в китае и посредством технологии связи 5g врач с помощью хирурга проводил операцию не на пациенте то есть здесь есть свои нюансы с точки зрения того что при таких операциях должна быть минимальная задержка должен быть очень стабильный интернет и так далее и так далее но как бы в принципе технически это уже вполне возможно и если говорить про научные исследования разработки в области хирургических роботов то здесь задачу ученых и разработчиков постараться создать максимально автоматизированный комплекс который бы мог проводить максимально широкий спектр таких операций вообще без участия врача то есть на сегодняшний день пока что любой хирургический робот который есть он является все-таки просто ассистивным устройством то есть он помогает врачу самостоятельно он не умеет принимать решение не умеет реагировать на какие-то возникшие осложнения в ходе операции или самостоятельно планировать операцию и этот как раз то направление в котором сейчас работают ведущие научные исследовательские институты и собственно компании-производители это именно разработка такого некого искусственного интеллекта который бы позволял роботом хирургом самостоятельно принимать какие-то решения начиная с базовых там какой длины сделать разрез или где сделать этот разрез и заканчивая там реагированием на внутренние кровосечения и так далее и так далее это очень перспективное направление потому что по мере роста населения земли нам будет требоваться все больше и большее число различных операций и вмешательства и врачей будет всегда не хватать и здесь роботохирурги они позволят принести высокотехнологичную профессиональную медицинскую помощь практически в любую точку мира без необходимости длительной подготовки специалистов потому что там подготовка врача хирурга занимает не один десяток лет и задачи разработчиков задач ученых научить робота действовать так же как врач и потом просто масштабировать этот навык на сотни и тысячи десятки тысяч таких роботизированных комплексов которые будут установлены в различных клиниках по всему миру если говорить про упрощенные модели хирургических роботов туда робота винчи это такой самый большой самый глобальный и сложный проект то есть он имеет шесть таких шесть автономных рук которые держат инструменты проводят собственно вмешательства есть более мелкие роботы буквально с одним двумя маленькими манипуляторами которые заточены исключительно под одну какую-то операцию под одну задачу здесь похожая ситуация как и с протезами когда собственно есть специализированный протез заточены вот какую-то одну задачу так и есть маленькие хирургические роботы они достаточно дешевые и сейчас получается больше распространения но при этом они достаточно ограничены вот в задачах которые не могут решать то есть это как правило только операция какого-то одного типа либо связано с урологией либо связано с кишечными различными расстройствами третье направление про которое хотелось бы сегодня поговорить мое любимое и наиболее как мне кажется перспективное в сфере развития технологий сфере научной деятельности это искусственные органы то есть это направление которое в прямом смысле этого слова позволит увеличить длительность жизни человека сейчас если мы если случается какой-то там рог развития сердца или отказывает печень почки то есть возможность сделать пересадку но это как правило лотерея то есть орган может не прижиться может быть очень долго не смогут найти донора под такую трансплантацию и так далее и искусственные органы призваны восполнить недостающую функциональность живого органа и при этом это устройство которые могут масштабироваться бесконечно то есть если у вас сломается искусственное сердце вы просто берете и ставите новое если оно разряжается это вы просто его заряжаете и продолжаете дальше жить и это как раз таки то направление которое позволит существенно увеличить нашу длительную жизнь поскольку на сегодняшний день уже точно доказано что человеческий мозг может жить более более 200 лет и по сути старение и смерть следует вследствие старения органов и если мы будем иметь возможность вовремя менять органы которые уже не работают либо работают плохо на искусственные на бионические органы которые будут может быть даже где-то эффективнее живых то это существенно продлит всем нам жизнь и мне кажется что это одно из самых интересных направлений если говорить про сегодняшний день то собрав технологии со всего мира уже можно заменить порядка 70 процентов человеческого тела это искусственно сердце искусственные легкие печень поджелудочная железа есть отдельные проекты которые разрабатывают искусственные трахеи искусственные сосуды есть даже уже заменители крови которые могут работать вместо собственно человеческой крови пока что многие из этих технологий еще находятся на стадии апробации и какие-то пилотных испытаний но тем не менее мы точно можем сказать что в перспективе следующих 15-20 лет замена искусственного сердца замена печени почек на аналогичные искусственные девайсы станет в принципе в порядке вещей и практически очень дешевый распространенной процедурой здесь опять же возникает еще один очень интересный момент о котором обязательно должны задумываться и разработчики и ученые которые работают в этом направлении это кибербезопасность таких имплантов поскольку если говорить допустим про искусственную поджелудочную железу которая сегодня разрабатывается в сша то она ее задача это регулирование собственно инсулина в теле человека и как правило такие девайсы вшиваются и имплантируются с определенным запасом инсулина там на полгода на год и потом обновляется и программирование такого устройства как и любого искусственного органа она осуществляется по беспроводным каналам связи потому что мы в любом случае должны иметь возможность провести диагностику провести обновление программного обеспечения без повторной операции то есть такая беспроводная связь у искусственных органов она должна быть заложена и это создает возможность взломать собственно любой искусственный орган и если говорить допустим про поджелудочную железу да то ничто не мешает взломать ее и выпустить всю дозу инсулина скажем так одновременно убив человека поэтому здесь для разработчиков одна из ключевых задач которые они перед собой ставят и на самом деле мы даже в протезировании у нас тоже задумываемся об этом это максимальная защита таких будь то протезы будут искусственные органы от внешнего вмешательства то есть это должно быть очень надежно очень безопасно и максимально стабильно поскольку каждая операция это всегда риск для здоровья человека одним из самых интересных на сегодняшний день проектов в сфере искусственных органов стоит отметить это искусственное сердце которое может автономно находиться в теле человека более десяти лет оно было представлено в 2018 году я тогда ездил как раз на конференцию на выставку в германию по медицинской технике и там как раз презентовали показывали прототип такого сердца потенциально это решение которое спасет сотни тысяч человеческих жизней которые ожидают трансплантации либо имеют пороки развития сердца и так далее и так это существенно улучшит и продлит улучшит качество жизни да и продлит и поэтому я считаю что именно направление искусственных органов является наиболее перспективным и интересным на самом деле с точки зрения разработок если говорить про проблематику и в целом сложности с которыми сталкиваются сейчас разработчики в сфере инвазивных технологий то в первую очередь это конечно же отсутствие материалов которые бы принимались скажем так человеческим телом без каких-либо последствий на сегодняшний день существует достаточно много комбинаций уже и металлов и полимерных материалов которые более менее нейтрально чувствуют себя в человеческом теле но они все равно имеют очень ограниченный срок эксплуатации то есть даже там титановые элементы или специально полимерные элементы которые вживляются в руку или еще куда-нибудь они через несколько лет зарастают соединительной тканью и необходимо проводить реимплантацию и здесь одним из ключевых скажем так векторов и технологических барьеров в этом направлении является разработка материалов то есть это материаловедение по сути которое позволяло искусственным органам или отдельным элементам находиться в теле человека там бесконечно длительное время и никак не взаимодействовать не реагировать с соединительной тканью с мышечной тканью и так далее и в этом направлении сейчас работают практически все ведущие университета мира которые так или иначе связаны с инвазивными технологиями то есть они работают не только с точки зрения там систем управления электроники там общего конструирования но и обязательно материаловедение то есть это один из таких краеугольных камней которые в перспективе позволят создавать действительно полноценные функциональные искусственные органы